Дирижер Сергей Скрипка В интервью Сергей Иванович рассказал, какую роль в его жизни сыграл Ульяновск. Расскажите, когда вы были в первый раз в Ленинском мемориале, в Ульяновске и ваши воспоминания. На самый первый раз я здесь был в 70-м году. Тогда всех присутствующих здесь награждали медалями к столетию с дня рождения Ленина. У меня уже была такая медаль, поэтому я здесь ее не получил. Но я получил третью премию на все-союзном конкурсе студенческих научных работ. Моя работа называлась «Ни много, ни мало, так не падайте, пожалуйста, искусство и кибернетика». Я доказывал этой работе, что машина не может мыслить. Я и сейчас так считаю, между прочим. На том уровне, на котором мыслит человек, на том интуитивном уровне вряд ли. Не знаю, может быть, когда человек, когда машина сможет мыслить, тогда наступит конец или машинам, или человечеству. Одно из двух. Поэтому мы будем подступаться к этому очень долго, но к чему мы придем, никто не знает. Это сложнейший вопрос. Кибернетика как в вашей жизни? Кибернетика? Ну, я всю жизнь был человеком, технически интересовался всем. Я и радиолюбительным был, и фотографом, и что я только не делал. Я и с деревом работал, и много чего. У меня и деды были, они были и столяр, и колхозник, который умел делать все. А брат мой родной, старший, он был начальником комплекса вычислительного. Так что это был один из первых кибернетиков, которые я был у меня. Так что я не случайно этим заинтересовался. Брат всегда говорил, что у тебя такой инженер пропал. Вот. Но я не жалел никогда, что я не стал инженером, потому что я фактически первый. Несмотря на то, что фамилия такая, она давалась не случайно, а такая фамилия. Видимо, как-то через какие-то поколения снова мне вернулось. Я стал продолжательным делом своих предков. А музыкой вы занялись с детства? Да, я с самого детства, у меня был очень хороший слух, ритм. И как-то родители посчитали, что папа очень любил хоровое пение. Он сам, так сказать, любитель большой был. Ну, и мама хорошо пела. Ну, в общем, тогда все украинские семьи, они пели за столом обязательно. Сколько песен мы тогда знали, сколько мы их слушали, сколько мы сами пели. Потом я любил папу после работы и ехал на другой конец города заниматься какой-то хоровой студией. И я с ним ездил, знал все хоровые партии. Так что, в общем-то, не случайно после этого я поступил на дирижерскую хоровую факультет. И закончил как дирижер хоровик в Харьковской консерватории. После чего там год поработал. И поехал поступать в Москву. Поступил на симфоническое дирижирование. А потом закончил еще и аспирантуру московскую. Так что, вот таким образом. Но все это началось с Ульяновской. С каким образом? Ну, это было совершенно удивительно, потому что, сидя здесь на одном из семинаров, ко мне вдруг подходит очень симпатичная женщина, такая очень внимательная, с таким, знаете, вот она немножко на Крупску была чем-то похожа, да, на такой уже, на этих летах. Она сказала, я методист Министерства культуры. Моя фамилия Поморцева, Ирина Владимировна меня зовут. Вот, как я потом узнал, она была женой директора издательства музыки, музыка Константина Фортунатова. Просто, в общем-то, это была очень любопытная семья. И она сказала, что я читал вашу работу, меня она очень заинтересовала. А не хотите ли вы ее издать где-нибудь, допустим, я говорю, где? В Московском университете, допустим, они там интересуются такими вещами. И, знаете, для меня, Харьковского мальчика, который внезапно взлетел на такую, так сказать, для меня, как оказалось, недосягаемую высоту, вдруг предлагать такие вещи, ну, это совершенно нереально, на мой взгляд, было. Он сказал, что я как-то не готов этот вопрос обсуждать потом, как я буду готовить. Ну, надо, говорит, немножко переработать и тому подобное. Я как подумал, что опять заниматься этим же. Да нет, это какая, говорит, у вас мечта? Мечта, он мне, говорю, стать симфоническим дирижером. Она говорит, так нет ничего легче, говорит, приезжайте в Москву, я вас покажу, преподавателем. Ну, в общем-то, с этого все и началось. Кончилось тем, что я, готовясь к поступлению в консерваторию, жил у нее на квартире, она меня просто приютила, не спрашивая ничего, ни денег, ни паспорта, как говорится. Это удивительный человек, который сыграл в моей судьбе вот такую роль. И я поступил, как ни странно, с первого раза поступил, хотя конкурс был огромный. И вот так получилось, что с той поры, в общем-то, Ульянов для меня всегда отправная точка в моей дежурской карьере. А потом я приезжал в ваш город не один раз. То есть вы играли в симфоническом? Я играл с симфоническим оркестром, да, первая моя программа была, я с киномузикой состоял, а потом меня оркестр приютил и дал мне возможность сыграть две симфонии Брамса, которые я никогда нигде не играл, но мечтал всю жизнь сыграть. Вторая и третья симфонии были сыграны именно с этим оркестром, за что я безумно благодарен и оркестру, и тогдашнему главному дирижеру Владимиру Худре. Так что, в общем-то, да, вот это было именно таким образом. Ну и в этот раз мне предложили, продириживайте, что вы хотите. Но я подумал, что репетисы мало. И поэтому я отказался от симфонической программы, я решил привезти, так сказать, просто в подарок и в знак моего, так сказать, огромного уважения и оркестру и городу, просто привезти программу киномузыки, которую я обычно никуда не вожу, играет только в Москве. Более 20 лет Сергей Скрипка является главным дирижером и художественным руководителем Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Под его руководством были записаны многие музыкальные иллюстрации к отечественным кинолентам. В рамках музыкальной программы фестиваля Сергей Скрипка и Ульяновский государственный симфонический оркестр губернаторский выступили с концертом «Формула любви». В программе прозвучали любимые всеми мелодии к известным кинофильмам «Мой ласковый и нежный зверь», «Цыган», «Кубанские казаки», «Петербургские тайны» и другим. Это был настоящий подарок для гостей кинофестиваля. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.